В турнире по шахматам среди школьников до 14 лет, прошедшим в ЗАУском районе, приняли участие 22 шахматиста. Юные спортсмены из ЗАУского района и столицы республики испытали свою интеллектуальную хватку в соревнованиях по швейцарской системе. Отметим, что шахматы в Южной Осетии относятся к категории динамично развивающихся видов спорта. Соревнования разных уровней сложности регулярно проводятся Комитетом по молодежной политике и спорту совместно с Федерацией шахмат. Идет планомерная работа, чтобы в перспективе турниры проводились и в районах республики. К примеру, уже на протяжении трех лет в поселке Цинагар регулярно сходятся в интеллектуальном бою лучшие из юных шахматистов. Президент Федерации шахмат республики Георгий Шавлохов отметил, что одной из главных задач, которую ставят перед собой организаторы соревнований, является создание условий и возможностей для проявления детьми из сельских местностей своих навыков игры в шахматы. Я занимаюсь Александр Дианузович Георгий, в районе спорта. Я занимаюсь в районе Шавлохов. Я должен сказать, что я учусь в федерации шахмат. Я учусь в районах республики. В районе республики Георгий Шахматный секционер. Я занимаюсь в районе 400-летних в районе. в том, что я не могу говорить, что я не могу. Я не могу, чтобы я не могу, чтобы мы не могли. В этом году я была в первую очередь, в том доме Ленингурске, Ютсхин Вальске, Знадурске, Аджавске. Я в Ленингурске, я уже был виноват. Я могу понять, что я не могу. По завершении интеллектуальных встреч лучший результат закреплен Забибу Плиевым, который занял первое место в турнире. Серебряная награда досталась Михаилу Дудаеву, а бронзу турнира забрал Геннадий Санакоев, заняв, соответственно, третье почетное место. Среди девушек навыками игры в шахматы может похвастаться Мария Туэева, показавшая отличный результат, а среди дзавских шахматистов наибольшее количество баллов набрала Виктория Цхаврыбова. Победители, призеры и другие участники турнира были награждены призами и памятными подарками. Батрас Хурьев, Ренат Медоев, информационный выпуск сегодня.